Они слишком резко начались, но мы ничего не пропустили. Стюй здесь так и забирает. Четыре чувака остаются в команде. Да, тут ТРК еще делает минус. Правда, твист на размене. Ситуация 4 в 3 для Ликвид большинство. Если они выиграют эту пистолетку, салюты у меня за окном. Это именно для них, друзья. Стюй находит КНГ. Ситуация уже 4 в 2. Пер страдает очень и очень серьезно. ТРК сопротивляется, но недолго, потому что Стюй его закрывает. Перед этим НАФ закрыл Фера. Это 1-0 легкая пистолетка, не побоюсь этого слова, от команды Тим Ликвид. Да. Так, а что интересно по КФ у нас? Все так, давай смотреть. Ну, очевидно, там будет типа, знаешь, вот 1.50 где-то на Ликвид и типа 2.48 на МИБР. Вот стопудово. 1.30, нет, ну пока нет. 1.30 все-таки на Ликвид, 3.30 на МИБР. Не угадал я, не угадал. Ну ладно. Ладно, ладно, ладно. Окей, допустим. 1-е раунд для команды МИБР. Сейчас ребята попробуют что-то интересное поделать. Для МИБРов, кстати говоря, а если быть точным, вообще для... Как это объяснить-то? Для вот этого стака бразильцев. То есть это не то, что... Тег вообще не важен, типа, искать гейминг, были МИБРы, какая разница. Уверпасс катали, Уверпасс знают. То есть такой опыт, он не пропадает вдруг, не знаю, амнизия какая-то в голове. Ферд забирает нафа, например, уже. Но с другой стороны, Ликвид, естественно, тоже отлично катает Уверпасс. Поэтому такая история. Нитро получил по ХП. Форес, кстати, очень аккуратно уже получается у МИБР. То есть у них даже появляется шанс его взять. Ну, вроде как, да. Правда, если бы не Лиш, который также вносит свои коррективы. И вот теперь уже 4 в 3. И вот теперь уже все не так и гладко, как было. Правда, твисты Нитро 2 шотных игрока для тех самых... Ну, я не знаю, там, для Фолана так точно. Скаут, если попадет, то и одного, и другого отправят в небытие. Но тут вопрос, попадет или нет. Вот в чем проблема. Но в любом случае, продолжаем с вами смотреть. 40 секунд еще есть улика для того, чтобы выбрать правильный, победный вектор направления. Тут уж непонятно, куда они пойдут. Скорее всего, мне кажется, под базу А уже остается и того 30 секунд. Нужно действовать, нужно идти в Стюит Укей на Банане. Аккуратно на прочеке. МИБР в это время стоит... Стоят, ну, грубо говоря, 2-1-2. То есть один под А, другой между. Один находится под Б базой. Фолан сейчас будет принимать. Фолан, промах первый. Дальше заход. Нужно добивать Фолан, дастю этим и занимается. Тут выходит у нас сейчас Смака игрок с никнеймом Тако падает от Элижа. Остается последний ТРК. Ну и он, скорее всего, скорее всего, проблемой не станет. Да, ТРК последний остается, и правда. Ну, вот так вот. Вот так вот получается здесь. И форс вроде как был. Ну, не то, что почти в руках у команды МИБР, но достаточно близко к этому. Но в этот раз не заехала. Так что ТРК будет сэвить СМГшечку. И второй раунд будет за командой Ликот. Третий раунд эко будем ожидать. Соответственно, вот МИБРов. Ну, опять же, посмотрим по ходу дела. Посмотрим, по ходу дела. Если ничего, как здесь будет дальше продолжаться. Вообще здесь кажется все это дело, как первая карточка за тем ликот. Ну, может быть. Да, ну не просто потому, что они сейчас ведут. Нет, не из-за этого. Просто потому, что они лучше на оверпассе. Тут глупо это скрывать. Да, последние катки у них были не очень хорошие. С фурией 0.3. А с Эвил Джиниоса с 1.2. С фурией 1.2. Снова с той же самой. То есть вот фурия для них это вот прям как, не знаю, как мне преткновение какое-то. Хотя, казалось бы, фурия и ликвид. Но нет, ликвид сейчас очень, очень серьезные проблемы. Падают по рейтингу, проигрывают игры. Вот как-то не идет у них. Нужно восстанавливать свои позиции. Нужно доказывать, что это те самые жидкие, которые могут перестреливать, могут удивлять. Сейчас у нас здесь пистолетка. Ну, мягко говоря, пистолетка от коллектива. МАБР. И уже ситуация 4 в 2. Теркея и Фолун остаются вдвоем. Ну, я думаю, что проблем они особых не должны составить. Ну, там у Теркея фармган. Опять же, где-то если только в упоре поработать. Если получится, если придут к нему атак. В принципе, 4 в 2 должны на третий выходить. Ну, экономически, да. Мы видим, что, наверное, не будет получаться. Да и, в общем-то, все, что можно сказать. По крайней мере, лично от меня. На монстр пойдут на каналы, на Б. Ребята из команды Liquid. На бочках есть товарищ. Туда залетает молик. И моментально Фолин падает от стюю, собственно. Потому что, ну, погибший пулик. Терка падает последним. Терка довольно интересный товарищ в стаке команды Liquid. Кстати. Потому что он не такой плохой колер. И не такой плохой аналитик отдельно. То есть, это прям, ну, реально приятное приобретение. В целом, для команды. И по соответствующим слухам, не слухам, короче, мало тильтует. То есть, чуваку прямо супер, супер вообще ровно. Он просто катает, он многое знает. Если что, готов проанализировать игру, как бы поддержать команду. Кинуть идею и так далее. Так что, предположительно, вот Терка, да, когда в эту команду попал. Это уже какое-то время назад. Предположительно, он попал вообще куда надо, на самом деле. И мне кажется, на небось Фолин еще и давно хотел вообще этого человека конкретно взять. Вот, чтобы усилить коллектив. Слушай, ну, Мибер постоянно ищут пятого. А мне кажется, не в пятом проблема, если честно. Да, у них есть такая история. Да, то аргентинец не тот, то, короче, еще. Но всегда пятый какой-то вот проблемный. КНЖ вроде как там устоялся. Но сам факт, что вот постоянно где-то там ищут в этом пятом проблему. Постоянно там пытаются как-то пятого заменить. Но мне кажется, не пятого меняют. Нужно глубже копать, глубже, друзья. Ладно, смотрим. Четвертый раунд. Фулл байот, Мэй Биар, КНЖ в курилке. Закрывает здесь Сьюет Укей. Все-таки дождался его. Еще и по нитру отрабатывает. Тут даже подвиска не залетает. Но в любом случае есть разминка КНЖ. Но просто так в следующий раунд он у нас не уходит. Забрал два килла в четвертом раунде. И будет пытаться в следующем раунде нас тоже обрадовать. Но пока без него. Ситуация 4 в 3. Мэй Биар в большинстве. Или сейчас будет открываться. Тут у него батя Фолон рядом. Замечает он его. Закрывает без особых проблем. Закрывает еще и игрока, который был под бананом возле туалетов. Это был Ферс. Ситуация 2 в 2. Такой ТРК остаются вдвоем. Наф и Элиш против них. Бомба будет установлена под банан, под туалеты. Тут уж смотря с какой стороны будут пикать по итогу ребята. И ТРК и Стака идут на ретейк. Наф и Элиш вдвоем здесь остаются. Пакет поставлен. Сделано от Team Liquid в стрессовой ситуации. В живом меньшинстве. Все в принципе супер правильно. Настолько, насколько возможно. И более того, достаточно эффективно. Туалеты молеком закрываются. Становится немножко неудобно. Команде Liquid защищать здесь бомба. Но дело в том, что это был фейк-дефьюз. Это был не настоящий. И вот это уже проблема для команды. Одного забирают. Второй, если успеет раздефюзить, не успеет. И вот как раз шутка в том, что то, что не успеет. Это пока что 4-0. Для Liquid здесь. Мувмент очень интересный местами у команды Liquid. И вот некоторые позиции довольно фишечные. Лишь на Ланге, например, сейчас показывал довольно фишечную позицию. Люди обычно гораздо более прямо идут. Гораздо более... Я так и назову. Гораздо более тупее в целом. Так что, в таком случае... Ну, тупее это ни в коем случае не оскорбление, друзья. Тупее это прямолинейнее, да? То есть, противоположность этого слова. То есть, однобоко назовем это так. А то вы сейчас подумаете. Оскорбление какие-то нет, ни в коем случае. Да нет, в принципе, каждый волен думает, что все, что он хочет. Да, ну, на всякий случай. На всякий случай. Ну, наверное, да. Да, объяснить несложно, как говорится. У нас тут твист также несложно. Забирает фера в коннекторе. Есть первый минус. Ситуация 5-4. Там у Мибр проблемы с экономикой. И Мибр сейчас вынуждены делать вот такой вот экономический раунд с недефолтными пистолетами. Хотя в этом экономическом раунде недефолтные пистолеты плюс первые арморы. Это может и сыграть, если бы не то, что они уже трех игроков потеряли. Поэтому, скорее всего, это никоим образом не сыграет. И вот тебе, пожалуйста, 5 в 2. Терки и так остаются. Ух, Терки и не залетает абсолютно ничего. Така пытается здесь стеклом поработать. И получается отработать по Элижу. Но более ничего. Это 5-0. Пока для жидких вообще все замечательно. А что теперь по коэффициентам? Как думаешь, Евгений? Ну, если там 1.30 было, то сейчас типа 1.10 будет. 1.07. Ну, почти угадал 1. 1.07 на Liquid. 1.07. Да-да-да, 7.5 на MBR здесь от наших коллег от Периматча, друзья. Не, ну, в принципе, не, ну да, как бы, ну да. 6-2, 6-2. Пацаны катают в команде Liquid. То есть очень-очень приятное КД. Очень эффективные люди, да. Очень хорошая КПД. Внутри раундов и команда Liquid. Там с помарками, правда, в некоторых из раундов. Но мне кажется, в принципе, плевать вообще. То есть они прям... В пределах, как бы, реальности бытия очень хорошо играют сейчас. У MBR нету оконечного результата. Ни одного раунда не взяли. Так и на пол-ХП получил пока что. Номер 4 это у нас Б-Плент. Это, то бишь, Хе, получается, туда влетело. Это, то бишь, на бочке, что ли, Хе влетело? На бочке, наверное. Ну, ладно. Туалеты открываются вместе с бомбером командой Liquid. Банан стоит. Это у нас КНЖ получается. И его прикрывает Фернандо Альваренга, который смотрит лонг. И Банан в том числе. И если вот это будет резкий забег на лонг, что и хотели бы Ликой сделать. И, видимо, Аплэнты хотели бы сделать. Ну, короче, Аплэнт будет. Окей. Готовы ли мебры тогда? Ну, вот сейчас и узнаем. От КНЖ будет зависеть, первое попадание будет или нет. Вот в чем вопрос. А он меняет немножко свою позиционку. Уже не смотрит в сторону захода через туалеты. Именно через туалеты, которые идут через коннектор, через шары. Он будет смотреть в ход туалета через Банан. И вот вопрос. Подставится кто-то под него или нет? Кеджи! Не получается. Стюи все-таки отрабатывает его. Точно выстрел в голову Сака 47-го. Стюи идет дальше. Здесь уже двое. Стюи дает информацию. Не уходит. Так, а от Нитро. Нитро мстит запавшего тиммейта. Правда, Ферн на размене по Нитро. И лишь так же вносит свои коррективы. Причем интересно так, что закрывает сразу двоих. Остается только Терке. Ему нужно идти на ретейк. Один в три. Ну и что тут сделаешь? Ну сложно. Наф и Лиши твист против него. И скорее всего это Габелла. Скорее всего здесь 6-0. Поскольку Терке предложить нам ничего не сможет. И если я, конечно, не прав, Евгений. Может быть вы меня поправите. Но 6 в атаке. Это уже очень хорошо. При том, что твой оппонент не имеет вообще ни одного раунда в защите. Я бы не совсем сказал, что Верпас очень сильная КТ-ориентированная карта. Это, во-первых, наф закрывает Теркея. Который, кстати, в команду МАБР, если кому интересно, попал по рекомендации КНГ. Ну просто, если вам интересна эта информация, запомните, если вы фанат команды. Или просто следите, как у них что получается, как играют. Но у Ликвидов чуть-чуть сильнее, например, КТ-половина на полтора процента на этой карте. У ребят с командой МАБР наоборот. Т-сторона на полтора процента сильнее. Слушай, Ликвид топ-11. Когда мы их видели топ-11? Ну просели. Да из-за карантина многие просели на самом деле. То есть с МОУЗами проблемы они сейчас пытаются вернуться. Мы видим участки, да, это из Европки, если брать пример. Отличный пример. Здесь мы видим Ликвид. Французы на первых-вторых местах. Это типа, здравствуйте, 2015 год. Там 14 даже, я не знаю, прям эра... А-ла-ла-франч, так сказать. Для Франции. Да-да-да. Ну, в общем, такая история. Короче, всё сильно поменялось. Кто-то выдерживает нагрузку. Вот эту карантинную, самолизационную. Кто-то нет. Ой-ой-ой, а здесь... Ой-ой-ой-ой-ой, тирки и так отделают по минусу. И по итогу сейчас пистолеты-то заберут, скорее всего. Но пока ещё живут, пока ещё живут. Или нет. Или да, или да. Да, скорее всего, да. Хотя один в два. Да, это пистолеты. Ребят, как мы с вами любим. Вот не берут баи. Не берут вот вообще ничего. Вот 6-0. А потом деглей. И, как говорится, щелчок. Давайте забирать. А, давайте. Всегда так. Всегда так. Кстати, нам пишут, что одного комментатора вообще не слышно. Какого? Меня или не меня? Да, скажите, какого конкретно? Мы выкрутим, если что. Вот это вот я. Это Евгений. Слепсомайл, то бишь. А пчела? Это вот. Ну, пчела, он немножко это. Да, может, я потише посылаю. Позрубее голос, да. А, у меня ещё и этот быстрее идёт. Давай за 100 плюс, Жень. Сколько? Чуть-чуть, да. Я пока до этого не дошёл, чтобы тебе сказать. Но прямо... 7, 6, 5. Подожди, подожди. Ты прямо на полсекунды быстрее, не больше. То есть ты поделаешь стык, два. Всё, этого будет достаточно, скорее всего. Хорошо. Вот, дальше продолжаем. Вот, скажите, кто тише, кто не тише. Я, возможно, тише, я, кстати, предполагаю. Я громче, да. Я громче. Можно делать меня тише немножко. Евгений тихо, потому что он может начать кричать. Это хорошее замечание. Есть такой момент. Ой-ой-ой, а что с худом? Женя, что с худом? А всё в порядке или ты к чему? А у меня куда-то улетело всё. Почему? Всё в порядке, по крайней мере. Ну, на стриме, слава богу, работает. На флай забрает ТРК, фолин забрает Ната. Фолин ещё один килл, но его тегают. Он уже не может уйти. Никак не получается здесь. Ну, то есть он прыгал на месте буквально, если быть точным. И лишь с Твистцом остаются вдвоём. И есть история о том, что у ребят бомбы на руках нету, потому что она на Т-шном ноле. Собственно, погибает чувак на Апланте, террорист, который там был. И пакет на Т-шном ноле, это, конечно... На самом деле, это очень плохо в данной ситуации, мягко говоря. У Твистца, как и у Стрелка, есть шансы вскрыть Б, поставить пакет. Ну, то есть он реально может это сделать. Но то, что забыли бомбу, когда вот уже как бы надо было ставить это, ну, это грустно как-то, я не знаю. Так. Ну, есть возможности. Ну, 10 секунд, братан. Вот, закрываешь и прямо ставит, 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 ставит. 7 секунд. Он поставит точно. Поставит точно, да. Прису 700 баксов, да, здесь будет, но и попытка клачки. Ну, да. У меня, знаешь, в чем проблема? У меня залип плюс. Ну, то есть на клавиатуре залип плюс, а в горячих кнопках это приближает фит. И чтобы ты понимал, я сейчас вижу только прицел. Простите. Вот поэтому я и тише, да. Кое-что я сегодня разлил на клавиатуру. Это был мед, друзья, вы не переживаете. Да. В смысле, не думаете ни о чем плохом, он же пчела, так что он не донес. Плюс, Женя, у меня только плюс идет. Я пытаюсь Жени исправить. У него был плюс, но он залив. И теперь пчела видит только прицел. Так, 2-6, друзья. Тем временем у нас мебры, ну, в принципе, берут какой-то минимум раундов пока что. Я не сказал бы, что это еще равное противостояние, но, в принципе, может быть, может быть, как-нибудь будет поинтереснее. Я пока, в целом, туда-сюда. Только фишки отдельные я бы отметил. А так игра как будто разогревочная, на самом деле, карта. Честно признаюсь. Выглядит так. Как будто команда еще притираются. Такие, так, мы вот так умеем. А вы вот так умеете. Ага, ясно. На зубок друг-друг пробует. Ослепленный Fallen был и лишь забрал на осыпление Fallen, в принципе, видимо, все равно. Рука нато не ровно здесь. Underpass очень интересный будет в какое-то ближайшее время, я чувствую. Не обязательно, конечно. Там двоечка, это Фер. Ну, короче, интересно. Ну-ка, ну-ка, Фернандо. Альваренко ты бишь, да? Вот он, значит, поднимается. На тешный ноль. А он убивает. А не убивает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отпускает. О-о-о! Это интересно. А-а-а! Это интересно. И все остальные буквы алфавита. То бишь, Б, В. А он сейчас нафа. Он пропу... Не пропустил. Не пропустил, ладно, хорошо. Я думал, он пропустит его. Ладно, ладно, норм, норм, норм. Посмотрел, никто его не преследует. Никто не преследует. Так, кстати, там взрывает нитро еще. Но твист отвечает, но на самом деле тотально раздрали команду реквит. Все очень плохо. Ну, да. Ну, то есть 2 в 4 прям пока грустно. Пока грустно, пока непонятно. Но в любом случае для МИБР весело. Ну, мягко говоря, весело, да. То есть они там летели 6-0. Это было вот прям вообще как-то безинициативно. Мы не видели вообще защиту от МАБР. Но сейчас хотя бы защиту увидели. Сейчас будет ЭКО от Тимликвит. Да, у нас здесь Сфер, конечно, красавчик. Огромное количество работы для своей команды. Вот если бы он не увидел НАФа, это вот было бы прям очень обидно. То есть все его вот эти похождения оказались бы никуда и ни к чему. Так, а вот теперь коэффициент, друзья, от наших друзей. Приматч 1-25 на Тимликвит. 3-75 на МАБР. Ну, пока МАБР начинает потихонечку возвращаться в это противостояние. Может быть и вернуться. Может быть даже и вперед выйдут на какие-нибудь там 9-6, например. Ну, чем черт не шутит. Ну, Фер принимает у нас первого в коннекторе. Это было лишь... Смещается на банан. Дальше принимает у нас Нитро. Дальше принимает Сьюи. Ну, и в принципе без особых проблем отправляет всех в мир иной. Посредством своей М4А4. Тут еще и батя Фоллан подключился. И... Черт, мы не добиваем. А, добили, кстати, КНЖ. Правда, но не Фоллана. Но хотя бы один минус. Хоть что-то. 4-6. Опасная история была в целом. Ну, что-то вроде... Вроде разобрались. Вроде разобрались. Ну, ладно. Будем так посмотреть. Здесь экономический раунд. Не то, чтобы особо получилось. По поводу 9-6. В смысле, с точки зрения... Ты имеешь в виду Замибров 9. Ты имеешь в виду... Ну, да-да-да-да-да. Я имею в виду, что Мибры могут 9-ку тут набрать еще. Окей, не, что-то я бы сильно поспорил. Ну, вот... Целотония. После этого бая посмотрим. 7-да. 6-да. 9... Ликвид восьмерку забил, скорее всего. Илиш забирает Фернанда. 4 человека остаются у команды Майбер. Не помню, кстати... Илиш хорош. Да, еще 2-го забирает КНЖ. Не помню, как Тиркей зовут. Заметил. Всех помню. А Тиркей не помню. Ну, попытался что-то там выстрелять по снайперу, как я понял. Как будто бы, да, вроде бы. Ну, то есть, стандартный прострел. Не время, что заметил. Ой, хорош. Ой, ты посмотри на него. Ты посмотри, чертяга какой, а. И 1-го и 2-го. Отличная стрельба, отличная игра от него. Выждал, никуда не пошел. Хорошо перестрелял 1-го и 2-го. Фолл он последний. Его здесь закрывают без особых проблем. 5-0. Это 5-0, друзья. Почините контрастность ужасно смотреть. А что вам не нравится? Скорее всего, это у Евгения такая контрастность в Counter-Strike. А, не-не-не, подождите. Это же фид. У Евгения ничего не может быть. Ну, во-первых, это фид. Во-вторых. Не, ну, в принципе, может, у меня он такой. Да нет. У меня нормально все с контрастностью. У тебя только если на фиде фильтр какой-то лежит? Ну, наоборот. Это как раз дефолтные настройки. В принципе, типа, теоретически я могу минус, допустим, 15 единиц контрастности на слой бахнуть. Чисто для теста. Сейчас можете написать, в принципе, плюсик, типа, вам норм или не норм? Могу попробовать. Может быть, вам норм будет. Вероятно, чуть позже. Фоллен погибает, так и погибает. Весь погибает. На очень новых, сочных телевизорах либо мониторах есть варианты, что для конечного пользователя контраст очень сильно выключен. А если он у меня еще вот так вот дефолтный, то прикинь, как чувакам там смотреть, у них прям на глаза тупо вытекают. Не, я сейчас смотрю, вроде как более или менее стало получше, но как будто у тебя правда что-то... Не, я вообще ничего не трогал, если что. Пока что. Так что это сейчас плацебо от тебя, но не важно. Все. Когда тронул, тогда расскажу. На флайстю забирает еще ТРК Фернандо, одного через смок, второго в голову. И Витто Джузеппе остается последний, погибает от Нафа. Только твистца потеряли. Знаешь, чего кажется, как будто, знаешь, контрастность выкручена. То есть перенасыщенные цвета в каких-то моментах. Особенно, когда темнота. Вот прям темноты много в какие-то моменты. Я понял. Но в смысле, можешь мне не объяснять, тебе фотографию занимаешься, ты паришься, ты все в порядке. Ну да. Смотрите, сделал сейчас минус 15 на слой. Вот, минус 15 местных единиц. Вот-вот с этого момента. Вот-вот сейчас. И вот чат сейчас мне расскажет, норм вам или нет. Вот давайте, давайте так будем работать, да? Поехали дальше. 4-8 счет, экономический раунд от команды Майбер. Все так. Все так. Та восьмерка, про которую ты говорил, уже у нас на экранах. Лишь. У-у-у. Флэш такая. Противная от Нитро, на самом деле. И хорошая, и противная. Потому что мог забирать троих, забирает по итогу двоих. Но тут у нас просто фармилово со стороны жидких. Они тут будут просто переезжать в этом раунде Майбер. Не особых, я думаю, проблем. Стюй, полегче, бро, полегче. Take it easy, бро. Take it easy. Это был дичайший стрейф с вантапом на хевен. Это было очень просто. Ну, собственно, мое предположение, видимо, на самом деле совпадает с реальностью. Ну, относительно плюс-минус. Кажется, команды реально разогревались. Постепенно. И вот сейчас то, что мы видим от команды Ликвит с точки зрения механики. Ну, то есть это в смысле руки, когда, да, задействованы. Вот эти фишечные всякие истории. Они, походу, начинают постепенно разгоняться, да? Как говорится, были на второй передаче. Переключились на четвертую. Летим вот так вот. Но дело в том, что... Так, давай синхронизируемся, Женька. Мебры очень стоят. Десять, девять, восемь, семь. Six, five, four, three, two, one. Let's go! Окей, nice, nice, beautiful. Мы как будто с тобой аниматоры в Турции, на самом деле. Но, ладно. Дойдем мы до этого момента. Когда-нибудь обязательно. Когда нам надо будет отдыхать. Подожди, почему? Почему в Турции? Окей, ладно. И стюнет окей. Получает две хае, кстати говоря, а не одну. На шорт болото B. Но выживает, потому что второй армор спасает его от смертельного урона, по сути. Бай на все деньги для команды MyBR. Повторюсь, восьмерку Ликвида забирали бы. У них уже девятка. То есть они прямо реально разогнались. И теперь расчет хотя бы пятерки для MyBR был бы неплох. Так. Ну, вообще, вообще, если 11 заберут Ликвида, то это будет прям грустно. Нам говорят, матч комментируйте. Я пока вижу здесь только одну команду. Это тем Ликвида. Поэтому комментирую одну. Обязательно, если будет здесь две, я начну две комментировать. Не переживайте. Так, заход под А. Фоллун падает просто плашмя под позицией под названием Карг. Ну, зови. Здесь также Стюй выждал. Да ладно, у Стюй не заходит спрей. Фер его перестреливает. 22 хп остается у Фернандо Альваренго. Но его все-таки не убили. Тут еще и Утака вместе с Кенжи по стрельбе не заходит. И по итогу это 3 в 1. Сергей последний, ему нужно тащить клатч. Но все-таки, как мне кажется, это тот самый десятый для Ликвид. Пока вообще МАБР не видно за защиту. Ничего они не делают. То есть 4 раунда за защиту на карте оверпасс это ничего. Это вот просто ничего. Я максимально... Ну, мало. Не то, что ничего, но... Ну, я сомневаюсь в том, что у них будет атака хорошая. Вот прям, если атаковая будет, возьму свои слова обратно. Нет, это, кстати, зря. Я, опять же, стоит просто вспомнить, да, то, что... Это тот же самый бразильский стак, который SK Gaming, который Miber, который, в принципе, любой тег, если бы у них еще было... Люминосити раньше были. Ну, типа, плевать. Хотя можно подставлять, не знаю, любую команду. Если они еще там куда-то перейдут потом. Они плюс-минус помнят, плюс-минус умеют. И на атаке в том... Умели. Окей. Я что-то вот говорю умеют. Умели. И этот опыт, он где-то будет светиться. Но еще раз повторюсь. Liquid разогреваются. И их потенциал растет все дальше и дальше. А у Mibrov немножко сложнее с этим. То есть я, например, насчет Mibrov не могу сказать такую же фразу. И вот это как раз является проблемой. ТРК. Така немножко по КП. Потеряли. Надо уходить с интерпасса. Если выпустить живыми. ТРК еще в почку получил. Ну, вроде... Вроде выжил. Там еще шары. Это очень плохо, да. Потому что, по факту, в клещи попадает ТРК и в итоге погибает. В итоге ТАКа погибнет, потому что он в клещах тоже. Ой-ой-ой. Ну, и это получается поджим коннектора. И ничего. Ну, вот, то есть вдвоем поджали и вообще ничего не сделали. То есть инфы они... Какая тут инфа? Вы просто поджимаете на минус. И сделать вы ничего не можете. Там у нас поджим со стороны скрипа, с коннектора. Тоже ничего не получается. КНЖ только ХП теряет. Подходит ближе к фолоту. Делают подсадку. И то не подсадку. На самом деле сейчас его еще и зажмут. Нет, не зажимают. Но это 5 в 3. КНЖ 27% здоровья. Очень красный. Здесь должны выходить Team Liquid на 11. Такой раунд вообще отдавать нельзя. При том, что там 2 фармгана и 1 дезерт игл. Ну, просто надо брать и закрывать. Единственное, что, если кто пойдет вот прям не по плану, например, Нитро не дощекает право, его просто перестреляет здесь Фер фри фрагом. И вот тебе, пожалуйста, Твист уже понимает, что Фер ушел в туалет. И открывается Фер. Нет, все-таки перестреливают его. Там забрали КНЖ, но тут еще есть фолон. Давай, братан! Давай! Там просто нет... 11-4. Not today. Not today. Я пытался. Так, ну, естественно, ответственность на второй половине для команды Mibor на самом деле бесконечно высока. То есть брать любые все раунды из первых там основных раундов, типа из первых трех-четырех, это буквально обязательно. Включая, естественно, пистики вот эти. Ну, давайте смотреть. Давайте... Давайте пробовать топить за Mabr, чтобы здесь хотя бы появилась у нас какая-то интрига. Потому что пока интриги я не вижу. Пока на своем пике Team Liquid действует очень и очень неплохо. NAV замечает двух игроков под лонгом. Пострелялся немножко, но решил, что это тема мертвая. Надо отойти. И лишь там, если что, будет помогать NAV. Есть информация, что через лонг проходит. Где-то, кстати говоря, по-моему, Mabr не будут отсюда уходить. Будут идти до конца под базуа. Но вот вопрос. Времени еще много. И, возможно, возможно, что-то получится. Хотя нет. Хотя нет. Сплитом через банан и через лонг поехали под базуа. Ну, поехали смотреть. Лишь подсадка. Флешка топовая. Не знаю, кто кинул, но очень хорошая флешка от бразильцев. Здесь твист по стрельбе не получается. Позже получается. Атака взрывает голову твиста. На плай пытается работать. Тик Маркович, тяжело тебе? Ой, как тяжело тебе, если погибает нит последний. Нитра! Атака все за стеной. Что-то там выйдет. Сколько патронов? 6-5. И до свидания погибает. То есть, так или иначе, у него бы патроны в магазине кончались. Это пятый раунд для команды Mabr. Ликвид. Ну, так как на КТ-стороне, в принципе, могут форзить уже прямо сейчас. Не то, чтобы у них должно быть денег больше. И шутка в том, что, естественно, на следующий раунд, так как это КТ-сторона, денег не хватит. То есть, экономический раунд смысла проводить особо нет. Так, с пистолеточки начали. Окей. Что у нас по коэффициентам? Пока про коэффициенты не скажу. Но в любом случае, не забывайте про наших друзей из Паримач, что они предлагают 100%-ный бонус к первому депозиту. Ссылка на который находится в описании. Нитра! Отличная голова по феру. Отлетает у нас уже первый игрок атаки. Ситуация 5-4. Это форса, тимликвит. И будет интересно, если они его заберут. Потому что, ну, вроде как, этап некоего возвращения у нас здесь наметился. Но это все еще под вопросом на самом-то деле. Потому что, если сейчас проигрывают форс, это 12-5. Экономики нет. Нужно форсировать события. Если не зафорсировать, это 13-5. Там эко, и потом 14-5. И грустно. Надо забирать шестой. Да надо, конечно. Но посмотрим тут по конкретным идеям, как получится. Первые раунды, чисто теоретически, вообще мебры могли бы взять, кроме вот форс. Вот этот форс конкретный, это немножко страшно. То есть пистики взяли, а теперь форс пережить. А феру потеряли уже, уже плохо. То есть в смысле супер плохо, потому что нитро забесплатно сделал этот килл. То есть у него получилось, он попал и ушел, и фрага не было. Это большая проблема. Очень сильно укрепляют ликвида Б, потому что за Б безумно просто боятся. И лишь наказывает Эпитасио до Мелло. Что вообще одища на самом деле, и не должно было случиться. Берет калаш, пытается уйти, погибает. Слишком разниженщился. То есть надо было... Странно уходил на самом деле. Выжидать надо было. Не, он просто прям очень хотел, надо было еще подождать. Терпения не хватило. Ну, или уходить спиной. Либо уходить спиной, потому что, ну, слишком самонадеянно. Так, тут у нас Волон закрывает нафа. Все еще под контролем раунду МАБРС. И понимает, что есть игроки в туалетах, но не знает куда смотреть. По итогу Теркей вырубает его с Галила. Хороший раунд от Team Liquid на самом-то деле, который сейчас закончится тем, что они все-таки его зальют. Потому что вроде как начали за здравие, а заканчивают, ну, вы как видите, вот... Твист последний. Ну, хотя раз. Ну, спина получает, да-да-да. Ну, в ключах был, так или иначе. Так, 6-11, 7-11, то бишь, потому что экраунд будет для команды Liquid. Я удержался в воспоминании этой замечательной песни, которые первые два слова на транспаранте слева, справа, сверху сейчас были. А то твич такой стал довольно капризный в плане DMCA. Ну, вы поняли, наверное, кто заметил, что на транспарате написано. Так что духаст Вячеславович в чат, друзья. Будьте добры. Спасибо большое. Заранее. Не дефолтные пистолеты местами дефолтные для команды Liquid. Liquid с потерями, но раунд за командой моей гаража дал бы я здесь. То есть, может, одного потеряли бы, может, двух бы потеряли, потому что Liquid довольно способный, ребят. B-укрепление есть. И лишь не получилось. Фера накоцал, правда, но нет. Так, у нас было ЦЗ у Liquid. Два Юспа, Дигл и П-250. И вот он весь бай со стороны жидких. И он, понятное дело, закончится, скорее всего, тем, что ничего не получится. Так, он здесь фармит. Так и получается. И одного, и второго. Более или менее свою экономическую составляющую будет сейчас выравнивать. Но, в любом случае, седьмой, это понятное дело. Без вопросов. Без каких-либо вопросов, но... Что будет дальше, вот, интересно. Когда будет полноценный бай уже у жидких. И вот тогда уже интересно посмотреть, что они нам могут предложить. Пока коэффициенты от наших друзей паримать следующие. 6.25 на MBR, 1.10 на Liquid. На секундочку. На самом деле, не без адекватности от перематча. То есть, все по делу, по-моему, на мой взгляд. Даже самое забавное, если мы бы вот семерку взяли. Потому что вот сейчас первый девайсный на второй половине для команды Liquid. Единственная проблема, у них дофюзкитов нет. Но они пожертвовали дофюзкитами ради останавливающих молликов. Что прям очень даже вполне себе. ТРК около киндершпильплац. На катушках, ребята, из команды MIBR. Подсадка для Илижа на дереве. Шары, опять же, это очень интересно в целом. И пошли пацаны. Чисто фейзовая тема. Даже, кстати, и не чисто фейзовая тема. Немножко иначе играют. Не фейзовый поджим. Прикольно. Возможно, даже будет лучше. Но вот пока видим то, что Илиж погибает. Но шутка в том, что здесь еще нитро. Да, здесь нитро интересная позиция. Может сделать грязь на самом-то деле. Фолл он убегает. Фолл он уходит под B. Сейчас мне прям вот флешбеки с предыдущей. Забавно посмотри, как ТРК промахнется. То есть вот это вот. Это ж нитро, да? Вот это нитро здесь. Ну, в смысле, ТРК прошел мимо нитро, во-первых. О нитре никто не знает, короче. А, промахнется, ты имеешь в виду, все, понял, что он его пропустил. Мимо пройдет. Нитро сейчас так будет закрывать без особых проблем. Да, есть минус. 4 в 4 ситуация. Информации огромное количество. Они понимают, что под B-базой находятся как минимум несколько игроков. Но вот что пойдут под B-базу, это не факт. Здесь у нас ребята из коллектива M.A.B.R. начинают уходить. Нитро нужно чекать. Нитро замечает ногу. А вот по стрельбе у нитро отмен сегодня. Как говорится, по стрельбе в школе была двоечка. Вот тебе и пожалуйста. Уже 4 в 2. Ой, нет. Уже 4 в 1. Все. То есть он надо сейвить, да. А мы поспешили с выходом на Аплент. Вот этот врыв. А-ля. Я ввежаю в стройку. Я не совсем понимаю, если честно. Окей, ладно. Я его понимаю в одном из случаев. Я его понимаю, когда только-только ставится бомба. И ты типа влетаешь с ноги просто тупо на Аплент. И останавливаешь постановку бомбы. А там уж как-нибудь. Но во всех других ситуациях я его не понимаю. Выходишь на широкую. И собственно погибаешь просто тупо моментально. Ни прикрытия нет, ни чертания. Но около граффити погибает весь в последней 8-м рамском модели мебера. Вот это становится несколько интересней. Потому что мебры на второй половине на атаке начинают насаждать свое видение половины. У них в принципе получается это делать. Это прям... Я бы сказал вообще-то замечательно. То есть у нас может быть довольно драматичный оверпасс. В итоге. То есть не вот такой, знаете, разогревочный. А прямо хорошо вообще. Сочно. Красиво. 20 фрагов для Элижа на 10 смертей. По-моему топовый фрагстатер на сервере, если я ничего не путаю. Может быть кто-нибудь из мебров еще догонит. Посмотрим. Но пока у Ликвид как-то все в атаке. Не очень хорошо. 4 раунда. К ряду забирают у нас мебр. Теперь там Нав пытается. Хотя нет. Так как Кенжи делают по минусу. С24 в 3. Под Б базу заход обеспечен. И тут вроде как никаких проблем не должно быть. Ну вот еще один минус. Нав находит. Но Нитро будет уходить. Да. Это 9. 9.11 очень близко на самом-то деле. Да. Очень даже. Интересно от мебров. Атака. Опять же я лично, например, предполагал то, что наработки есть соответствующие. Коммуникация соответствующая есть. Но. Чтобы вот так вот. Прямо-прямо сходу. И если быть точным, прям сходу. Это у нас 4 подряд. Которые 5 подряд, друзья. То есть это тупо с ноги. Это вот. С чем бы сравнить-то? Ммм. Я вот говорил. Ликвид разгоняется на первой половине. Вот давайте. Неплохое сравнение будет. Его поймет 3 человека из чата. Но бог с ним. Разгоняется на первой половине. На второй половине. Ребята из команды MyBR. Знаете, сели в какой-нибудь. Портотип Porsche. 919. Который катается по трассе Лиман. Который. Серка Делосар. И. Просто вот так вот. И все. И Ликвид такие. А, что делать, пацаны? Что будем делать? Потому что 5 подряд. И никто не говорит то, что не будет 6 подряд. И вот это прямо интересно. То есть, прям вот. Мне даже интересно, Ликвид сейчас становится, типа, бразильцев сейчас или нет. А вот сейчас мы и узнаем. Установят они или не остановят они. Но пока MyBR начинают, начинают потихонечку набирать. По раунду. Окей. Смотрим дальше. 21 раунд. И у нас. Медленный. Но не быстро пока. Основная проблема для команды Ликвид. Это то, что. Так как вот то, что я сейчас рассказал. То, что я сейчас пытался аналогию провести и объяснил. Для Ликвид это куманитарная. Что? Куманитарная. Куманитарная катастрофа. То есть, они берут байраунд на последние деньги. Проигрывают потом эко. До 2к. Потом байраунд. Проигрывают эко до 2к. Понимаете, да? В чем прикол? Сейчас байраунд на все деньги. Опять все деньги. Разве что и лишь откуда-то финансы поднакопил. Хитрец какой. Ну, остальных-то как бы ни черта нет вообще. Вот это основная задача сейчас для Ликвид. Набрать жирок на второй половине. Финансовый. Вообще-то по раундам тоже начать уже как-то на финансовый хотя бы. Но если раунды не будут браться, то как бы жирка тоже не будет. И лишь на Апленте. Атака на Апленте от команды Майбел. Ну что, 15 секунд. Времени мало. Заход. Белый абсолютно был у нас и лишь. Но Наф отлично играет. Не вога в предыдущем раунде делает минус 2. Ситуация 3 в 3. Нужно ставить. Времени мало. Если сейчас на постановке Плантао бьют игрока. Зажимать нужно. Зажимает. Но бомба установлена. 2 в 2. Но тут Твист Банана отыгрывает по фоллу. Но по феру. Так, последний. Така. Есть минус по Нафу. И еще одного. И еще одного. Нет, не убивает. 100 КП против 53. Ну и нужно идти Твисту. Твист прекрасно понимает, где находится его оппонент. Твист. Отличная голова. Это 12 для Ликвид. И первый раунд. В защите. В защите, да-да-да. Хотел сказать в атаке. В защите, да. Безьяна в второй половине. Так. Вот это интересно. Но выжил только один человек. Это означает, что игра все равно накажет, конечно, за это. Потому что еле-еле-еле-еле-еле-еле кое-как. Даже АМК перекидывается Киту Марковичу на флайт обиж. От вестца. Потому что просто денег нет. То есть у команды Тим Ликвид нет денег вообще, чтобы забаяться по-человечески. Но они дораскидались. И даже получилось, ну, нормально. Я замечу у Лижа, типа, например, ФАМАС вообще. То есть, ну, хоть Дефюскиты есть. Там по полстака гранат, не знаю, половина товарищей. Главное, что действительно начали... Ну, в смысле, раунд взяли. То есть это за Зублинка это начало. Это они молодцы. Ребята из команды МайБиар. Авапа для Фолина. Остальные 4 ударных калаша. Здесь все ясно, как бы здорово, в порядке. Ранние тайминги не работают ни для одной команды, ни для второй. Ликвид не рискует на шарах работать, потому что тупо финансов нету на это. Мебры на шары ранее не вышли, потому что... А бог их знает, кстати говоря. Они на тэшном наличии что-то застряли и не вышли. У нас там последняя новость из полей. Зонер покинул пост тренера Hard Legion. Расстались они с организацией. Теперь будет другой тренер у Hard Legion. Будем смотреть, кто это у нас появится. В нашем пока противостоянии 12-9. И пока у Ликвид, понятное дело, все неплохо. Но еще раунды. И лишь и нитро делают по минусу. И лишь будет открываться сейчас еще по одному игроку. Это был KNG. Остается он неудел и падает под бананом при заходе под базу А. Нитро выглядывает аккуратно. Аккуратно под базу. Точнее, из-под базы А под позицию под названием Long. Там сидит Fallen, ждет его. Ситуация 2 в 5. Ну, скорее всего, 13-9. Да, кстати говоря, тут что-то как-то приятно приняли банан. Сухую, если проще объяснять. Так, дядька Fallen и Fer, да, вместе. Деньги какие-то есть. Какие-то есть. Вообще, чисто технически. Унести бы то, что есть, но позволят. Позволят, да. Ликвид не будут охотиться прямо как-то активно, потому что у них финансового жарка не было. Сейчас они сохранили себе жизни. Он появился как раз. Ну, то есть, прям нормально насыпало. Более того. И счет становится прямо максимально интересным. Потому что то, что я говорил до этого по поводу того, что мы бы разогнались. Ликвид догнали. Уже. А так как они изначально впереди были, да. То становится прямо вообще супер драматично. Потому что деньги у команды MBR на бай кончаются постепенно. Так, Нитра. Слепым закрывают на стерке. Кенжи пытается шарта отработать по игрокам под базой B. Вряд ли у него это получится. Нитра находит еще и Фера. Ситуация у нас уже 5 в 3. Начало раунда для коллектива MBR снова не задалось. И теперь нужно пытаться каким-то образом что-то придумать уже не на троих, а на двоих. Потому что Фолл он падает под лонгом. Так, а будет открываться под B. Его здесь без особых проблем закрывает твист. Кенжи последний. И здесь его, понятное дело, ждет только лишь боль, грусть и разочарование. Поскольку ситуация 1-5. Закрывает первым. А подождите. Секундочку, господа. Но не должен он здесь пятерых закрывать. Да, Элиш его забирает. Ну, хоть что-то, как говорится. 14-9. Здесь фраги есть, да. Но что-то 14-3 за командой ликвит. Однако. Однако. Очень интересно как-то получилось. То есть мебры прямо начали хорошо. И ликвиты потом. Ну, правда, правда догнали. 24 фрага для Элиша, друзья. Энтерфрагер команды ликвит. Вжухивает просто. Просто вжухивает здесь. Это прямо дикость, конечно. Но как есть. Дополнительные деньги. Проблема с дополнительными деньгами для команды MyBR. Под один коллаж 4 пистолета вы хотите, что ли? А, пауза, пауза. Там я понял. Просто миллиард пауз подряд. 350 тысяч миллионов пауз подряд. Все сливается для того, чтобы пообщаться. Не-не-не, это будет бай на все. Не всем всего хватит, мягко говоря. Но придется как-то зубы стиснуть и перетерпеть. Мне не очень нравится, ну, в смысле, относительно команды MyBR, то, что они не убивают в начале-середине раунда команду ликвид вообще. Это очень плохо. Ликвиды выходят в пятером в большинстве случаев раунда. Фоллан. Есть первый минус. Дубл-квист. Его перестреляли. Смотрим дальше. Пока неплохо. Но, опять же, MyBR нужно этот раунд забирать. Если его не забирают, то здесь уже пиши пропало. Здесь уже сделать что-то на этом оверпассе, скорее всего, не получится. Потому что с экономикой беда. Тимлик будет выходить на пятнадцатый. И там уже с такой катастрофически плохой экономической составляющей. MyBR смогут только лишь скорее. Мы должны там взять один максимум и не более того. Так. По итогу-то для ликвид все неплохо складывается. То есть были в меньшинстве. По итогу ситуацию переводят три в три. КНЖ. Его тут нитро дождется. Сейчас тени свою увидят. Ай! Как я тебе тайминги не люблю. Слушай, вот... Вот, ну вот... Ненавижу эти тайминги. Сегодня сам играл. И эти тайминги, они вот такие мерзкие на самом деле. Жизнь тяжелая штука. Да. Бывает и такое. Наоборот, люблю, кстати говоря, очень... Перчика придает контр-страйку. Не только контр-страйку. По всем подобным кибоспортивным дисциплинам. Прямо наоборот интересно. Что человеческий фактор всегда классно сыграть. На флайс. Брать кинжи. Ну-ка, ну-ка, стоять, стоять, стоять. Кит Маркович, что-то разогретый, я смотрю, да? По прицельной стальбе. Это ну-ка вместе с Элижем. Оп! И до свидания. Ой-ой-ой! Разогретый. Было видно по стальбе, а прямо заранее причем. То есть, как бы результат... Слушай, ну Мибер сами отдают. Ну... Я не знаю, в том плане, что спорить сейчас с твоим мнением или нет. Я к тому, что ликвиды становятся все лучше и лучше. Вот. Если проще. Ну, ликвиды возвращаются к тому, что у них было, скажем так. То есть, они как-то куда-то упали. Куда-то далеко-далеко, глубоко-глубоко. И вот, как говорится, в пацанских пабликах, чтобы подняться до самого верха, нужно отпуститься на самое дно. А вот, поэтому... Возможно. Возможно, это так. Но... Так, я понял. Раунд чисто пацанско-пабликовый, друзья. Элиж. Вышел на Т-0. Забирает оппонента на киндершпиль-плаце. КНГ. Выходит на шары вместе со своими товарищами. Но здесь их ждет нитро. И нитро не промахивается. Джейсон Стэтмен только сказал все эти фразы. Фернандо забирает нитро и лишь отвечает по эпитасию в меньшинстве команды MBR. Ферафолин вдвоем. И это большая проблема для команды MBR. Возможно, 16-й ждет нас для команды Liquid. Да, скорее всего, и невозможно. Это 16-й. 16-9. Отличная игра на своем пике со стороны команды Team Liquid. Поздравляем их. А следующая карта у нас, между прочим, Инферно от команды... Под названием какой? Правильно. MBR. Вот так вот.